Людям с ограниченными возможностями порой трудно бывает развиваться и путешествовать. Но и те, кто находит эту возможность. Иван Ярхов потерял зрение в 25 лет, но при этом он продолжает жить активно и полноценно. Сегодня он приехал в Екатеринбург с премьеры фильма «Слепую на Эльбрус». Первые эмоции, первые впечатления, что почувствовали внутри? Ну, внутри у меня свалился груз, ответственность. Впереди у меня еще много вершин, которые мы попытаемся взять. Первый вопрос, наверное, самый частый, который вам задают, это как вы потеряли зрение? В 19 лет, когда у меня в жизни в целом все было прекрасно, я учился на горного инженера, играл за сборную университета по футболу, играл в трех театрах. В какой-то момент я обратил внимание, что мое зрение стало хуже, я стал хуже видеть в темноте. И так я дошел до врача, до широкого обследования, в котором выяснилось, что у меня пигментный ретинит – это наследственное заболевание. И за 6 лет, ну, это достаточно быстро, я полностью ослеп. Чувства, мягко говоря, паршивые я испытывал. Это нужно было в какой-то степени осознать, принять, переосмыслить. И, очевидно, когда у тебя все хорошо, ты совсем не хочешь терять зрение. Я действительно обычный парень, который смотрит на мир своим сердцем. Друзья мои, вы готовы со мной отправиться в горы? Отлично. И какие увлечения у вас появились после того, как вы уже потеряли зрение? После потери зрения я вообще не знал, чем буду заниматься, что буду делать. Как раз это была моя самая главная цель – найти какой-то новый смысл. Смыслом и мотивацией – это были мои дети. Ну, конечно, на одной мотивации далеко не уедешь, и надо было что-то делать. Я начал много тренироваться, заниматься спортом. За полтора месяца, там, скинул 8 килограмм. В тот момент родилась идея создания YouTube-канала, потому что люди, которые ходили вокруг, просто недоумевали, не понимали, что это за марсианин, что он за упражнения тут делает. И всегда с открытым ртом на меня смотрели. Какого характера ролики вы выпускаете на канале? Характер роликов, он разнообразный. Это путешествия, это лайфстайл. История у вас замечательных, люди с инвалидностью, которые не сломались, не опустили руки, и нашли свой потрясающий, новый, уникальный жизненный путь. Ну что, наконец-то мы все в сборе, все знают, что они не видят ничего. Закройте глаза, если вы еще подглядываете что-то. А теперь наденьте на себя фартуги. На мой руку, то есть не дедушка, я руку верну, что ты его хватаешь, опираешься его, но идешь сам. Не старайтесь долго улавливать баланс, парайся. С большими шаговочками передвигаться. Вот. Стоп, 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 отлично. Безборайся, стоп. Всегда вопрос именно вот про съемки Эльбруса, «Слепую на Эльбрус», потому что это же такая колоссальная работа. Вообще, как вам пришла идея снять фильм? Идея создания этого проекта, она появилась после того, как мой брат вернулся с Эльбруса, такой обгоревший немножко, полное впечатление, эмоции от него прям перло энергии, каким-то вдохновением. И в тот момент у меня родилась идея попытаться вслепую подняться на Эльбрус. А когда родилась и эта идея, мы поняли, что будет глупо просто подниматься, чтобы никто не узнал о нашем опыте, поскольку я уже в тот момент был блогером, и мы решили снять фильм «Слепую на Эльбрус». А вы ранее до покорения Эльбруса поднимались на какие-то вершины? Все равно вам уже надо было какую-то физическую подготовку иметь? В горах я до этого не был, я мечтал побывать в каких-то серьезных горах в зрячую жизнь свою, но тогда не получилось, и как раз, потеряв зрение, я решил исправить это недоразумение. Чтобы подготовиться к восхождению, это была комплексная подготовка, это длительные тренировки, то есть это бег, это хождение с палками, скандинавская ходьба. На циклические нагрузки я крутил велосипед по 60-50 км в день. Горы – это не шутки, они все равно преподнесли нам сюрприз и сделали нам определенный урок. А о каких сюрпризах вы говорите? Ну, первое восхождение оказалось неудачным, потому что мы попали в дикую погоду, хотя по прогнозам должно было быть погодное окно, его не случилось, и под шквальным ветром 40-45 метров в секунду на высоте 5-100 нам пришлось там развернуться. Это было единственное верное решение. Честно говоря, принять его было сложно. У меня буквально все рухнуло внутри. Но перед вторым подъемом у нас все было совсем по-другому. Теплое, дружеское, приятная атмосфера. Они идут и описывают мне потрясающее звездное небо. Вы представляете? Звезды повсюду. Сверху, снизу, сбоку. А скажите, пожалуйста, вы сейчас переживаете о своей потере зрения? Это, наверное, не переживание, это некое внутреннее сожаление. Оно присутствует. Но я об этом не думаю. Я сейчас стараюсь делать то, что в моих силах, создавать какие-то новые интересные проекты. Снимаю побольше и верю, что когда-нибудь технологии мне позволят снова видеть наш прекрасный мир, моих близких, моих детей. И я с удовольствием пересмотрю те сюжеты, которые уже сделал. На этом же с каждым я посвящаю своих детям. Булачке, Маршуле. Привет всем близким, всем людям, которые к меня поверили. Поддерживали. Спасибо вам за веру. Субтитры сделал DimaTorzok